В целях обеспечения безопасности граждан участковыми инспекторами полиции на постоянной основе проводятся рейды, в ходе которых выявляются факты складирования снега и непринятия мер по его уборке. О том, какие меры принимаются в отношении нарушителей правил благоустройства, узнаете из следующего сюжета. Соблюдать правила благоустройства, безусловно, должен каждый, но встречаются все же отдельные представители бизнеса, которые либо не очищают прилегающую территорию от снега, либо складируют ее на тротуарах. Для начала нарушители уведомляют о необходимости уборки снега, а в случае игнора или повторного нарушения выписывают штраф, согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа варьируется от 30 до 100 месячных расчетных показателей в зависимости от формы предпринимательской деятельности. С начала года по всем объектам, государственным объектам, магазинам, аптекам, школам роздано 48 уведомлений о чистке снега территории. И составлено около 13 административных протоколов по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Стоит отметить, что уборку снега и его вывоз субъекты бизнеса производят самостоятельно. Но как быть со снегом, который складируется службами на улицах города? Вот такие кучи снега остались после уборки внутридворовых территорий. Жители близлежащих домов обеспокоены тем, что эти горы снега облюбовали дети. А это небезопасно, ведь рядом проезжая часть. Всего с начала зимнего сезона на полигон вывезено более 300 тысяч тонн снега. Снегоуборочные работы также ведутся в частном секторе. За сутки вывезено 7 тысяч тонн снега. 77 единиц специализированной техники, 6 бригад было задействовано ночью на уборку снега. Сегодня с утра на улицах города работает 113 единиц техники. Более 20 бригад задействованы в уборке при бордюрной части дорог, остановочек павильонов и пешеходных переходов. В первую очередь работа производится на магистральных улицах для обеспечения движения общественного транспорта. С последующим переходом на второстепенные улицы. Очищать территорию от снега обязаны не только представители бизнеса, но и все учреждения и предприятия. В противном случае на них также будут наложены штрафы.